Не удивляйтесь, но программа «Дельные люди» сегодня работает на кладбище. А всё потому, что бизнес нашей героини связан с ритуальными услугами. А вот, кстати, Евгения. Здравствуйте, Евгения. Расскажите, как часто вам говорят, чем вы занимаетесь, это абсолютно не женское дело? Говорят постоянно, задают вопрос самый популярный, как я к этому пришла. Мой бизнес – это про помощь, про то, чтобы развить миф, что ритуальный бизнес – это всё на коррупции, что он может быть открытым и прозрачным. Вы занимаетесь второй год, если я не ошибаюсь. Второй год, да. И, насколько я знаю, вас подтолкнула вообще к этому эта трагедия, смерть бабушки. Да, у меня умерла бабушка, и как раз мы приехали на это кладбище в ритуальное агентство. Хотела выбрать что-то красивое, что-то достойное. И увидела, что на рынке выбора вообще нет. Начала искать в интернете тоже. Я решила создать сначала для себя, то есть для бабушки, урну. И после того, как я её сделала, подумала, что можно масштабироваться. В принципе, у нас в стране, мне кажется, не востребовано крематорий, вообще урны. Ну, так только кажется, потому что на данный момент в городах, где есть крематории, кремируют уже 70% населения. На самом деле, очень востребовано. Просто в Краснодаре нет крематория. У нас везут либо в Ростов, либо в Новороссийск. Сайт ваш, да? И я смотрю, от 14 до 20 тысяч стоят ваши урны. Ручная работа, биоразлагаемый состав. Но на самом деле, если сравнивать классические похороны с кремацией, это всё равно выходит в разы дешевле. Именно не из-за самой урны, а из-за покупки земли. То есть в чём преимущество кремации? В том, что можно подхоронить урну в могилу, допустим, если хотят семейное захоронение. И это абсолютно бесплатно на кладбище. То есть подхоронить урну можно в могилу к родственнику. Евгения, предлагаю поиграть игру. Она очень проста. Для начала нужно достать кристаллик любого цвета. Серый. Отлично. Теперь вытягиваем карту такого же цвета. Тема жизни, смерть. Читаем вопрос. Что самое главное в твоей жизни? В моей жизни главное – это взаимоподдержка, эмпатия и развитие, саморазвитие. А бизнес какое занимает место в твоей жизни? Одно из ключевых. На данный момент я отдаю туда всю себя. Пока что бизнес развивается. И саморазвитие, и поддержка – тоже часть моего бизнеса. Я так понимаю, планы большие у тебя? Планы большие. Да, конечно, я хочу масштабироваться в планах. Это сделать несколько складов по России для удобности логистики, так как время – очень важный критерий при выборе. И хочу масштабироваться, уходить в урны для животных. Это тоже востребованная кремация домашних питомцев. Где находите клиентов? Это, как ни странно, маркетплейсы, SEO-продвижение, контекстная реклама. Так и находим. А с крематурами сотрудничаете? Пока что нет. Это мои косвенные конкуренты. И мы будем на них выходить, если говорить про B2B уже направление. Но мы хотим создать для них немного другую линейку продукции. И тогда уже будем с ритуальными агентствами сотрудничать. И с крематурами. Потому что сейчас большой поток идет из-за границы. И тут же плюс импортозамещение. Хотим тоже выходить в российский рынок. Плюс недавно меня пригласила компания международная «АТЭС» во Вьетнам. Потому что им понравились урны. И они захотели сотрудничать. А что это за международная компания? Зеленая компания. В общем, они за экологию. Приглашают разных предпринимателей. У вас же не просто умные, а биоразлагальные. Да, полностью 100% экологические. А почему акцент именно на этом был сделан? Все-таки у нас христианская страна. И людям очень важно, чтобы останки человека воссоединились с землей. Я знаю, что стартовый капитал был 150 тысяч у вас. Да, плюс-минус так. То есть я... На что эти деньги были потрачены? 3D-дизайнеры. Вы же сами разрабатывали. Я сама разрабатывала. Но помощь нужна была как бы доработать именно чертежные вот эти моменты. Плюс силиконовые формы для лихия форм я заказывала. Делала я сначала дома. То есть я ничего не арендовала. Как бы было очень грязно. Мне приходилось там отдельную комнату выделять. Все это как-то упаковывать в полиэтилен. Чтобы было более-менее чисто. Из-за этого, конечно, пришлось срочно через месяц буквально я уже арендовала помещение. Здесь происходит шлифовка изделий и покраска. То есть вот вы видите прототипы. Вот так выглядит одно из готовых изделий. Тут натуральная замша, латунь. И вот такие крышки мы делаем с художниками краснодарскими. Это эпоксидная смола. Также есть в черном цвете. Красивая прям. Да, называется гелиос. Классика наша – это деревянные крышки из таких пород, как ясень, черный орех. То есть мы выбираем дорогие породы. И ясень считается библейским деревом. Это тоже очень важно. Сколько стоит урна? Самая простая – 13 900. Самая простая что подразумевается под этим? Деревянная крышка. То есть вот с такой крышкой, да, урна? Без декора. Есть также декор с усальным золотом наносится. Это крест православный, крест протестантский. Вот такая модель стоит в районе 18 тысяч. Тут идет уже как бы ручная работа. Крышки, художники, потом замша. Тоже в кожгалантере мы делаем. И латунь. То есть ювелир работает. Тяжело в одной вообще вести этот бизнес? Или у тебя есть партнеры? У меня есть партнер. Да, мы с ним работаем. То есть он 50 на 50. Мы как бы вкладываемся. И нормально. Как бы сложности везде есть. Теперь самый актуальный вопрос для меня. Сколько ты зарабатываешь в месяц? По-разному. Потому что, опять же говорю, тесты. Плюс все. Сейчас уходит в оборот. Ну, для себя я выделяю от 50 до 100 тысяч в месяц. Чему тебя научили твои родители? Ответственности, самое главное. Взаимопомощи. Как мама, вообще в начале моего пути, она мне помогала. Она является агрохимиком, инженером, агрономом. И помогала мне делать составы для беоразлагаемого состава урны. Вот, то есть папа... Материально поддерживал? Материально, конечно, помог мне с грантом. Кстати, по поводу гранта. Ты его выиграла в прошлом году, да? Что это было за конкурс? Это был конкурс от департамента инвестиций для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Я как раз успевала и заняла первое место в конкурсе. Выиграла 500 тысяч. Я купила себе 3D-принтер, очень дорогостоящий, чтобы как раз для бизнеса я печатаю на нем прототипы для себя. И по мелочи это был пылесос промышленный для мастерской, тильда для сайта, ну и так далее. По мелочи. Что, следующий кристаллик достаем? Давайте будет сердце. Сердце изумрудное, да, снова? Дело. Тема дела. Да, семья или карьера. Что для тебя ближе сейчас? Интересно. Ну, на данный момент карьера. Семья тоже является неотъемлемой частью, конечно, моя семья. Но если говорить о создании своей, пока что я в карьере. Так, а молодой человек есть? Нет. Ага. Слушайте, такая завидная невеста и одна. Да. Надеюсь, что после этой программы точно появится жених. Спасибо. Тут уже был первый слой. Сейчас мы наймемся покраской второго слоя. То есть это происходит полностью ручной работой. Вот так. Проходим несколько слоев. И потом это матовый лак. Такой текстуры мы добиться не можем другим путем. Ну, красиво, конечно. Никогда не скажешь, что это урни для праха. Вот правда. Ну да, говорят, типа, базы. Говорят, я бы поставил домой себе. Домой. Цветы, например. Ага. Ну, правда. Подумай, подумай в этом направлении. А прежде чем открыть свое дело, ты же прошла обучение в школе молодого предпринимателя, да? Да, да, я прошла. И более того, я сейчас пришла на второй год, во второй поток. Вообще, какие преимущества? Проект дает меры поддержки, такие как займ под 0,1%. То есть такие как бы бесплатные деньги, считай. Ни один банк не дает такую ставку. Второй момент – это наставничество абсолютно бесплатное. То есть тебе дается на 8 недель практикующий бизнесмен, который изучает твой бизнес, и вы с ним уже стараетесь в каком-то направлении продвинуть его. И в конце для тех, кто уже прошел наставничество, готовятся субсидии. В прошлом году это было возмещение средств, которые предприниматель потратил на бизнес, до 300 тысяч возвращали. Вот в этом году еще как бы не сказали, но за этим как бы и приходит школа предпринимателя, да. Это губернаторский проект, очень круто, я считаю. Много ли было неудач? Неудача в плане бизнеса. Были неудачи – это работа с контрагентами. То есть я как бы советую, кто начинает только этот путь, кто самозанятой или кто предприниматель, советую проверять действительно контрагентов. И когда начинаешь с ним работать, хоть немного, нужно разбираться в этой сфере, потому что я доверчивая, я думаю, зачем мне в этом разбираться, я сейчас отдам все профессионалам. В итоге как бы и на деньги немного обманут, и сделают в итоге не то, что нужно. Но в плане финансов потери были большие? Ну, из последнего – это неудачная была форма для литья за 80 тысяч. Причем за ней мне приходилось летать и ездить на поезде в Москву. То есть надо было суперсрочно, то есть я больше 80 потратила, а в итоге она как бы негодная. Хотя мне там обещали, что это будет идеально. Ну, ничего страшного. Что бы вы посоветовали людям, которые, посмотрев передачу, да, тоже бы зародились такой же идеей? Нужно искать каналы продаж. Сложно, сложно продвигать, потому что тут нельзя там, прийти в такую же сферу, посмотреть, как там делали, и как бы это сделать. Это как бы с нуля, как бы новое. Нужно очень много тестировать, очень много вложений. Спасибо вам огромное, Евгения. Спасибо. Ну и напоследок пожелания нашим зрителям. Если вы молодой предприниматель, я бы хотела посоветовать в начале пути обязательно узнавать про государственную поддержку. Действительно, сейчас она очень огромная, очень достойная. И хочу пожелать не сдаваться, идти только вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok